Ну что, друзья, приветствую всех на канале Хаймком и в этом ролике мы с вами разберем ситуацию по рынку и также мы с вами разберем, что же у нас будет по листингу таповок новых монет, которые будут через эти таповки происходить. Сделаем мы это с вами в этом ролике. Подпишись на канал, поставь ролику лайк и мы поехали. Итак, давайте вернемся к анализу рынка, что у нас вообще по биткоину и также мы разберем альты, которые можно покупать в этот альт-сезон. Другие альты мы с вами будем сегодня разбирать. Итак, что касается биткоина, мы за это время выросли. Помните, я там делал 19 сентября. Мы выстрелили после заседания ФРС на 11%. Что мы сейчас видим? Я вижу, что есть сопротивление в районе 65 тысяч. Если мы его проходим, у нас есть поход в район 70 тысяч. Это значит, что мы, если мы не проходим это сопротивление, то мы можем скорректироваться в зону, я думаю, 60 тысяч и около нее ходить. То есть в этом диапазоне он может ходить вообще спокойно. То есть после коррекции, если она будет, вы можете спокойно набирать лонги и ожидать уже перехай, уже скорее всего к ноябрю, когда будут выборы президента США. Вот, соответственно, по биткоину сценарий такой, только лонг, шорт я даже не рассматриваю, потому что не имеет смысла, потому что это все накопление, оно рано или поздно выйдет в сторону быков. Дальше. По эфиру у нас также ситуация очень замечательная, да, его откупили, на 13% рост был, я ожидаю эфир в район как раз-таки вот этой зоны 3100, то есть эфир сюда со стопом можно набирать на спот. Вот, если будет коррекция, да, вот от этого уровня, можно будет набирать в районе 280-2300, да, и также цели это у нас 3000. Вот, по эфиру такое значение, такие сценарии, потому что это очень, на самом деле, единственный актив, в который я сейчас прям верю, и активно мы его сейчас набираем позицию в портфеле. Вот, но цель я уже обозначал в предыдущем ролике, кто не смотрел, посмотрите, вот где-то здесь, вот, то есть по эфиру я жду глобально, это 10000, пока что мы находимся в самом дешевом варианте, вот, ценам. Дальше давайте посмотрим, что у нас сегодня стреляет, эйк, эйк, да, у нас стреляет тоже на дне, то есть у него будет важный уровень. Если вы торгуете в фичи, торговать можете на бирже в Аббит, ссылка будет в описании, для вас, кто смотрит мой канал, до 5000 долларов на депозит будет вам зачислено, если вы зарегистрируетесь, пополните на 100 долларов и будете совершать какой-то объем операции. Далее, экстези Тезос, тоже, видите, у него желтый уровень 067, мы его пробили, дальше я вижу у него рост в район вот 08, 085, это 23% движения. Очень хорошая доходность, если его брать на фичи. Так, EOS тоже стоит, вот, видите, вот эти все у нас альты, пока что стоят, пока что особого объема нет. Видите, Loopring, если вы сейчас будете закупать, вот, набирать вот этим значением, то можем, кстати, посчитать иксы, да, посчитать иксы, сколько нам может дать тот или иной, та или иная монета. Давайте это проверим, диапазон цен, вот, сколько иксов может дать до значения, 150% раз. Лайткоин тоже в хороших значениях, какие могут иксы дать до хая своего, 70%, а я напоминаю, его жду в район 170, то есть это где-то 1x 100%, в принципе, он может сделать. Без проблем, атом, атом на самом дне, посмотрите, какие могут, может движение сделать атом, вообще, если его распределят, потому что это все накопление, это явно не шартовая, не шартовая ситуация, это лонговая ситуация, чтобы побрить всех, кто здесь шартил, 300%, первый тейк, трикса, атом, тейкс еще могу дать. Кардан, да, 300% может дать, то есть, несомненно, вот это накопление очень долго идет, чем дольше накопление, тем сильнее импульс, я это уже говорил в предыдущих роликах. Если вы не знаете базу по рынку, да, не знаете, как работает крупный игрок, рекомендую пройти на станчество обучения, да, по рынку, по трейдингу, вы также можете, соответственно, пройти в телеграм-канале, да, то есть сейчас я вам покажу, вы можете подписаться на него. Есть телеграм-канал, сейчас его выведу. Так, минуту. Да, можете подписаться на телеграм-канал, ссылка будет в описании. Таким образом, что мы видим? Мы видим, что, в принципе, по трикса мы не могут дать, да, альткоины, которые не стреляют. Фантом уже как-то давал иксы, но я думаю, что нужно ждать, потому что вот он дал такой 100% за этот месяц. То есть это еще не его предел, потому что он может дать 2x, а также 3x, он также может дать, то есть вот диапазон мы целимся на первые хаи, которые есть, да, и дальше уже цены 22 года. Нир, да, тоже нир, все ждут, тоже 2x может дать спокойно, если он выстрелит. Солана, нарратив этого года, потому что мемы стреляют, да, уже дал 20%, до хаи 60%. До следующего хаи 100%, тем самым Солана по 400, если будет, да, вдруг, то это 300%, 200%, 3x может дать в целом на ваше вложение. То есть читайте, исходя из рисков, исходя из потенциала вообще движения, которое может дать имитент. Вот, вот, видите, все альты в накоплении, просто в накоплении. И еще мы посмотрим, июне, да, там тоже, тоже в накоплениях тоже вот 300% может дать. Давайте посмотрим на CoinMarketCap, да, какие у нас сегодня есть вообще нарративы, и какие вообще у нас есть сегодня перспективные направления монет для торговли. Если вы даже будете брать фичи, видите, Aptos, Om, Neo, Ashbar, да, то есть смотрите, сейчас мы посмотрим даже. Вот, если у нас с утра отбирал, сей, что мы видим? Вот у нас уровень, да, 0.36, пробиваем его. У нас есть, открывается дорога в район 0.61, это 60%. Следующая дорога открывается 0.84, 126%, то есть есть запас хода. Дальше, следующий у нас Neo, да, Neo, тоже вот это все накопление может выйти там в район 50%. Самый пик это вот 160%, в принципе, может дать доходность. Это я уже говорю на спот, если брать фичи, вот VET, да, если мы заберем вот это значение, это у нас получается 70% на спот, а на фьюч это умножайте на плечо, то есть 10-е плечо 700%. Представляете, какая доходность может быть там в течение двух недель. Вы можете это сделать, естественно, если вы торгуете на бирже. Дальше, какие у нас идут еще монеты Тета, тоже видите, на своем таком локальном дне, где можно, в принципе, при пробоу уровня закупать, и дальше мы выходим в район 80%. В 80% гораздо. Что там у нас дальше идет? Ом, да, давайте посмотрим. Ом, USDT, на байбид фичи. Тоже вот у нас диапазон был 0,89, видите, мы от него тоже отскочили в сентябре, и далее 39% на спот, на фичи это 400%. Вот, соответственно, дальше у нас Аптос, Эшбар, да, есть, можем посмотреть сразу. Аптос, Аптос тоже давал когда-то иксы, но теперь у нас, вот он, да, где находится, тоже практически на самом дне. Сколько он может дать иксов с текущих? Тоже 2 икса, в принципе, он может дать. Но Аптос ждет там и по 40 долларов, и даже больше. Эшбар, да, давайте посмотрим. Как я смотрю, все на торговлю, если внутри дня, да, брать, допустим, фичерсный контракт. Что мы видим? Опять же, вот у нас уровень. Свои там процентов 20 можно забрать спокойно на споте, также и на свечах. То есть сейчас рост рынка будет, и будут монеты просто активно стрелять. Давайте теперь перейдем к нарративам. Это у нас таплоки, да. У нас хамстер вышел в премаркете на Байбит. Следующий будет листинг уже настоящий 26 сентября, через 5 дней. Поэтому будьте готовы, как только он выйдет на листинг, его будет торговать, так же, как и ноткоины, да, и доккоины, и много другие. Так вот, по ноткоину также я давал уже сценарий роста. Можете пересмотреть прошлые выпуски. Накапливал, может дать 3кса. Это очень перспективно. Потом нарративы, пепе, да, не забывайте про пепе. Так же он может дать, если там дохая брать, например, он может дать еще 120%, умножаем на 10, если что, сидите на фьючерсах, 1000%. То есть это довольно-таки хорошее значение. Потом DOCS, да, DOCS USDT, посмотрим. На фьючерсах он не очень хорошо себя чувствует, но в целом его можно будет подбирать, там, делать свои иксы, если нас по тем. Дальше, то он у нас, да, не забываем про тон. Отскочил, да, я закладывал, что может еще ниже пойти, дальше отскочит. Потом по зону там 100%, в принципе, можно дохая забрать, выше даже. То есть на том я делаю ставку так же. Растворит, что у нас, если выйдет СИЗИ, растворит, сейчас активно будет накапливать объем, я думаю. То есть вот эти значения, которые вы видите, да, можно будет рассматривать как зону накопления, и какие у нас цели могут быть по ТВТ. 40%, да, 10% процентов. То есть 2x, в принципе, может еще дать, если СИЗИ выйдет. Поэтому наблюдайте концу сентября за траст валютом, да, это очень важно. Хамстер есть на Байбите. Хамстер вы можете посмотреть, даже вот на Крипторанке, посмотреть, что вообще есть в Хамстере, и какие дальше есть у них нарративы. Посмотрим. Хамстер, да, у нас. Вот, в Хамстере комнат, да, смотрим, что у нас. GameFi, TokenSale, видите, платформа. 19 по 25 сентября. Да, что у нас тут есть. Total Token Supply, да, 100 миллиардов монет хамстера. Launchpool. 3 миллиарда монет. 3% от всего супплая будет. Smart Contracts, да, то есть тут есть Bimbi Puli и FDFD USD Puli, да. То есть вот как они сделают. Overview. Смотрим. Тон экосистема, соответственно, да, GameIndustria. Можете также по каждому проекту смотреть, что это такое. Вот, поэтому GameFi индустрия, она очень разница. Вот, даже можете зайти на вкладку GameFi и посмотреть. Какие есть сейчас проекты? Это вот Gala, Notcoin, Bim, да, то есть GameFi индустрия, я думаю, недоценена. Потому что вышел Catism вчера, да, кто знает, это тоже так вот, там, 20 миллионов пользователей. Catism, да, вот на спатье посмотрим, что мы видим. Вот у нас был листинг, откроем там 30 минутки, 15 минутки, да. И вот, что мы видим. У нас образовался уровень, первый уровень отката, да. Он будет у нас уровнем поддержки очень сильным. Дальше у нас уровень сопротивления, 1 доллар. То есть от 0,8 до 1 доллара будет здесь Catism копить и удерживать эти монеты. Если мы уйдем ниже, куда мы можем уйти? Мы можем оттянуть сетку, посмотреть на каких уровнях мы будем добирать лесенкой, да. Это уровень 0,38,2 по Fibonacci. Это у нас уровень 0,5, 0,57, да. И это у нас уровень 0,61,8 по Fibonacci, куда, в принципе, коррекция максимально может быть 0,44. Давайте это обозначим в уровнях. Первый уровень, второй и третий. То есть как вы делаете, да. Если вы хотите набирать на спот, цена у нас, смотрите, снижается. Вы покупаете там на 10%. Ждем отскок, да, возможный. Дальше, если нет отскока, например, дальше снижается, вы докупаете там еще на 30% своего капитала. Ждем отскок, да. То есть у вас уже средняя сдвигается все ниже и ниже. И третий вариант, если мы еще пойдем еще ниже, вы закупаете там на оставшийся там, получается, 60%. От всего капитала, да, который у вас есть. И ждем отскок уже финальный. То есть если мы все перекроем, вот этот имбаланс, да, все это движение, то вы можете сколько заработать. У вас средняя будет в районе 0,56, да, где-то вот здесь. И, соответственно, это 100% вложенных вы свои заберете. Остальное вы можете отдать в рынок и наблюдать за кетизом. Куда он может прийти глобально? Давайте посмотрим. Глобально он может прийти в район... Так, минуту. Глобально он может прийти в район 2 долларов. Да, то есть если с текущих брать или там с самого нижнего значения, это 4 икса. То есть тетизом, как и докс, может дать вам такую вот доходность. 4 икса в целом. Вот. Поэтому следите, наблюдайте. Лесенка можно будет набирать в долгу этот проект. Вот что касается тетизом, да, то есть тоже мы тут видим. Берете любую индустрию, да, и уже смотрите, что у нас здесь. Есть дача пикселей, да, там есть у нас тоже вышла на биржу. То есть под все эти проекты выходят, под все эти табулки выходят, соответственно, монеты. Что мы видим? Вот у нас пиксель, да, где он сейчас находится, в самом дне. То есть либо его накапливают и потом стрельнет, да, допустим, 6 иксов даже может дать. Что я, в принципе, сомневаюсь, может ли так дать или нет. Дальше что у нас вышло еще? Иливиум, да, тоже хороший проект был. Иливиум, сейчас мы посмотрим. Ну тоже видите у нас свое накопление. Дальше что у нас идет? Это биг тайм. Это у нас Crown, Wild у нас, PLZ. То есть видите, все эти проекты, которые выходили, они здесь есть. Alice тоже. Вариант. Посмотрим. Alice тоже накапливает, видите, тоже. В любом случае. То есть вот эти все проекты, вы можете здесь смотреть. Даже по объему вы можете сортировать, вот, например, за 24 часа Holland, Arena, да, и Muffin. Допустим, вы открываете там, да, Arena, Ginefy продукты. И видите, да, что у него происходит. На гейте есть. Даже посмотрим вот так, на байбите. Дневной график. И мы видим, да, вот он, проект на дне лежит, 22-го года. Если даже его возродят, то какие-то вот иксы могут быть, ну, довольно неплохие, 6-ти иксов. Им индустрия стоит за ней ее отслеживать. Дальше какие еще у нас есть? Депин, да. Депин-нарратив озвучивали на токен 2049. Поэтому это очень перспективное направление. Депин, да. То есть, Тау, я уже говорил про это, рендер, я говорил, PR, я говорил. Я даже могу отдельный ролик вам записать, как раз про направление крипте. И сейчас актуальные будут в данный момент, да, проанализируем их подробно. Вот у нас есть, видите, DDoS, LMR, Limerin, да. И каждый проект вы можете отдельно смотреть на крипторанки, сервис. Вот, даже мобайл, да, в котором есть Виталик Бутерин. Что-то же интересно. Вот, главное следить за всеми вот этими нарративами и быть на... Продержать руку на путь рынка. Вот, видите, мобайл, недооцененный проект. Он сейчас в своем накоплении. Какие анексы может дать? Ну, там 2-3XA может дать спокойно. То есть, вот сюда, в этот район может взлететь, в этот район может взлететь. И этот уровень очень сильный, который удерживает. Я бы его брал на... даже на свечах пробивать. То есть, в этот район. Вот, примерно такой вот обзор получился. Кольткоином по таплокам. Если ролик был полезен, поставь ролику лайк. Подпишись на канал, обязательно. Оставь колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления по рынку и в целом по припте. Также подпишись на телеграм-канал, где тоже много полезных новостей, сделок и нарративов, которые могут быть в будущем при анализе. Вот. Поэтому будем на связи. Увидимся в следующем роликах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok